Больше оптимизма. 30 декабря 2019 года, 18 часов. Исраэль Шамир. Публицист. Когда меняются цифры на счетчики мирового такси и готова мыскочить цифра 20, самое время сделать какие-то выводы. Гражданам России нужно больше реализма для того, чтобы не хандрить и не расстраиваться попусту. Трудности на пути державы неизбежны, на данном этапе, и вызваны в первую очередь жестким противостоянием с Западом, в особенности с США. Иллюзии возможностей мира, дружбы, жвачки с Западом достигли своего исторического максимума в 1991 году, когда Россия сделала все, чего могли хотеть западные державы. Увы, ни мира, ни дружбы Россия не получила, а за жвачку пришлось очень дорого заплатить. Также по теме изменил не только роль России в мире, но и сам мир. Названы достижения Владимира Путина за 20 лет у власти. Россия за 20 лет пребывания Владимира Путина во власти существенно расширила свое влияние на мировой арене, заставив западные страны. Прошло с тех пор 30 лет. Российскому руководству удалось стабилизировать положение, уровень жизни подтянулся, промышленности и сельское хозяйство ожили. И люди подзабыли разочарование прошлого и стали тешить себя новыми обольщениями. Соблазнители заговорили о том, что без Крыма и Донбасса с Западом были бы мир и дружба. Это, увы, не так. До Крыма был закон Магнитского, мнимое преследование однополых, война в Чечне. Было бы желание, а повод найдется. И Россия тут не исключение, тут нет особой русофобии. Запад старается держать все страны, не входящие в свою сердцевину, в положении подвластном и уязвимом, а для этого постоянно выдумывает почему, для того чтобы иметь моральное превосходство. Давит Ливию, которую разбомбили самолеты НАТО, давит Сирию, где придумали химическую атаку, давит Китай, несколько лет назад, за притеснение Тибета, а сейчас Тибет забыт, но якобы страдают и гуры, и гонконгские студенты. Так устроен наш мир, увы, Польша, уж насколько она послушна воле Вашингтона, но и та попала под раздачу. В США принят закон о передаче американским еврейским организациям всего имущества, принадлежавшего польским евреям до мировой войны. А это 300 миллиардов долларов в Индополож. И не только периферии достается. США ограбили Францию, рейдерским захватом увели Олстом, флагман французской атомной промышленности. Отдали директоров под суд в США по обвинению в даче взятки в Индонезии. Казалось бы, как могут американцы решать, что происходит между французским предприятием и Индонезией. Но они считают, что могут судить всех. И французские директора загремели надолго в тюрьму, огромные штрафы чуть было не потопили. Олстом и американский гигант General Electric смог купить его за 3 гроша. А сейчас США смогут давить на Россию, потому что в русских атомных установках тоже используются турбины. Олстом. Вспомним историю с турбинами. Siemens. Которые вдруг перестали работать. Перестали, потому что США велели немецкой компании прекратить сотрудничать с Россией. Немцы задействовали программу удаленного доступа, чтобы выключить турбины, купленные и оплаченные Россией. Мир стал сложней. В ХХ веке можно было купить, украсть, достать военную технику из станьки. Сегодня техника поумнела и ее можно остановить в случае несанкционированного использования. Раньше можно было заплатить. Сегодня США контролируют весь оборот своей валюты. Раньше можно было придумать свое, но при сегодняшней сложности в каждом изделии есть элементы и программы, права на которые могут оказаться у американских компаний. Если этого мало, можно давить на обменный курс валюты. Так американцы подорвали экономики Японии и Малайзии, очень успешных стран. Борьба с Иранами и Северной Кореей и вовсе выходит за рамки всего известного в прошлом. Разлом будет усиливаться. С какими проблемами столкнулся Североатлантический Альянс в 2019 году? В 2019 году НАТО исполнилось 70 лет. Опрошенные АТИ эксперты отмечают, что к юбилею Альянс подошел с самыми сильными внутренними. Россия тоже трудна. Внезапный удар, помешавший швейцарской компании завершить прокладку трубопровода в Балтийском море, обойдется в расходы и время. Что же Путин не ожидал этого, не построил трубовый укладчик? Говорят недовольные. Не по силам России построить свои аналоги всего на свете, что производят миллиарды людей от Китая до Канады. А стараться, жить и работать все равно надо. Каждую задачу по одной можно решить, а вместе они негативно влияют на успехи России. Но выбора нет. Даже такие гигантские жертвы, как демонтаж СССР, отказ от социализма, вывод войск из ГДР и Афганистана, допуск американских экспертов на все оборонные предприятия, не помогли. Россия не одна. США давят немецкую, французскую и японскую экономики. Поэтому Путин верит, что раньше или позже лопнет Канад, связывающий руки ведущих мировых держав, они выйдут из-под американской эгиды и в мире воцарится цветущее многообразие. Всю империю рушатся, и американской империи придет срок, а пока требуется терпение. При Петре и Екатерине можно было объявить войну хоть черту и можно было добиться мира, а сегодня холодная война идет непрерывно, без выходных и шанса на ее скорый конец нет. Более нетерпеливый правитель, нежели президент Путин, уже перешел бы от холодной войны к горячей. А более склонный к уступкам правитель разрушил бы российскую промышленность. И ни на эту народу бы не полегчало. Разве что людям, которые надеются стать гаулейтерами и жандармами при оккупации, но таких много не надо. Мы видим, как американцы сейчас грабят Украину. Многомиллиардные долги Украины были целиком распилены, разворованы, в основном американскими политиками и дельцами. Украинцы получили копейки, а возвращать им придется миллиарды. Так было и у России при Ельцине, когда займы раскрадывались немногими, а отдавать их пришлось всем. Посмотрите холодным, деловым взором, дорогие читатели. Мы не выбираем эпоху, когда родится. Нам точно лучше, чем нашим отцам и дедам. Но есть объективные трудности, с которыми нельзя справиться по щучьему велению. Надо спокойно нести свой крест и не особенно прислушиваться к шарлатанам, которые обещают все лишить за 500 дней или часов. Россия не может сделать ничего, чтобы США далее жить спокойно и вольготно, торговать своим газом и машинами, покупать то, что ей нужно. Этого варианта нет на картах. Но в мире растет недовольство американским грабежом, тем более, что и в Америке немногие грабят большинство. Так что ситуация переменится. Хотелось бы, чтобы без больших катаклизмов, но и это от нас не зависит. Поэтому я желаю вам больше оптимизма и большей уверенности в правоте, оправданности и даже безвариантности российской политики. И успехов в наступающем году. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.